Ассаламу алейкум варахматаллах баракятах, уважаемые братья и сестры. Приветствую вас на всех языках мира. Сегодня вышло возмутительное видео про астраханских нургаев, которых татаристы называют юртовскими татарами. После круглого стола, прошедшего в среде юртовских нургаев онлайн, все вопросы должны были отпасть. Но, как видите, вопросы остаются. Что я вижу из архивов, если мы берем релизские сказки, которые составлялись в русской администрации, то мы видим, что там написано везде татары, юртовские татары, астраханские татары. Но как только мы смотрим в метрике, то мы видим там только Нугай. И ни разу за всё время, которое я читаю астраханские метрики юртовские, я ни разу не встретил упоминания слова «татар». Даже по отношению к казанским татарам, к Мишарам, их именно обозначают как «казанла». А во всех остальных случаях, когда дело касается юртовских или же «харагаш-нугаев», то обозначают юртовский Нугай или «харагаш-нугаев». То есть именно так, что «нугай-нугаев», везде мы встречаем это слово «нугай». Недавно открыл метрические книги главной мечети Астрахани, это «Белая мечеть», это главная мечеть Астрахани, за 1871 год, это задолго до советской власти, но это намного позже и средневекового пласта, на который пытались ссылаться. Вот что это «нугай» были средневековые, а потом мы так себя не называли. На самом деле 1871 год уже называли «нугайами». Открыл метрики и там уже сразу «нугай-нугай-нугай». Но, как видите, вопросы остаются. В частности, про людей, которые в 20 веке якобы называли себя «нугайами» в наградных листах и так далее. Но давайте начнем сначала. В видео были рассказаны про три самых важных события в татарском мире. Первый – про сабантуй в Москве. Понятно, да, это татарский сабантуй. Кстати, он там задает вопрос, почему татары не смотрят сабантуй онлайн. В общем, татары, наливаем себе чай, вкусных печенек, чак-чак, поближе, и можно заценить небольшой сериал про сабантуй на несколько вечеров. Приятного просмотра. Кстати говоря, напишите в комментариях, интересно ли было вам смотреть онлайн сабантуй, а если нет, то почему? Я дам ответ за татар, потому что ни один здравый человек, если он сам не участник и организатор действия, не будет смотреть 10-часовое видео. 10-часовое, Карл? Неужели у ТНВ нет специалистов, которые не могут сделать 10-минутный ролик и распространить его? Тогда посмотрело бы гораздо больше людей. Возможно, и я посмотрел бы его тоже. Ладно, оставим это. Перейдем к двум последующим сюжетам. Второй сюжет – про восстание Батарши и неоднозначной личности Тахтамыша Ижбулатова. Так, на этот вопрос хорошо отвечает у нас башкирский ученый Салават Хамедуллин. Какое ваше и наше дело до башкирских героев или антигероев? Ну, во-первых, ты правильно сказал, что и Батарша, и Тахтамыша Ижбулатов их противопоставлять друг другу нельзя. Это первое. А второе – оба деятеля – это, скажем, личности конкретной башкирской истории, я так бы сказал. И третий вопрос – не касается татар. Да, что это такое-то? Какой же это татарский мир? Ну, ладно. Но они задевают людей, которых я бесконечно уважаю. Амир Кахай Мусаева, к примеру, называет его, цитирую, юртовский нагаец, а по совместительству нагайский этномиссионер Амир Мусаев. То есть, произошло повышение по ходу. В прошлых видео мы были младшими нагайскими этномиссионерами. Мы считаем, что большой вклад в это вносят башкирские этномиссионеры. В предыдущих выпусках мы уже называли их имена. Это Салават Хамедолин, это Азат Бердин и Юлдаш Юсупов. Мы провели тщательное исследование тюркских сообществ в соцсетях и выявили, что, оказывается, башкирские этномиссионеры ведут активную подготовку новой когорты таких же этномиссионеров, но уже среди нагайских активистов. Этнокультурные притязания младших нагайских этномиссионеров направлены на татар Астраханской области. Их задача – переписать 30-40 тысяч татар Астрахани в нагайцы. Я так понимаю, старшие это башкиры. Ну ладно. Первый вопрос, который задает Ильнур Ярхамов, почему только Астрахань ататарили? Почему Дагестан, к примеру, не трогали? Вопрос, конечно же, справедливый. Но, как ни странно, сегодня же вышел ответ уважаемого Исмаила Черкесова. Оказывается, в Дагестане тоже пытались. Ссылку я оставлю в описании к видео. Смотрите и убедитесь. Скажите мне, были ли такие процессы, попытки провести татаризацию, в частности, в нагайском районе Дагестана? Если были, то каковы были результаты? Да. Саламу алейкум. Алейкум. Вообще, татаристы пытаются перевести уровень дискуссии на уровень сам дурак. Какой-то детской иронии. В наших видео про татаристов выступают известные ученые, некоторые со степенями в науке, известные политические деятели, общественные лидеры. Амир Мусаев лично сам имеет историческое образование. И все эти лидеры несут... Наши несут бред? Нет. Бред несут как раз татаристские этномиссионеры. Видео показывается, что некоторые жители Астраханской области называли себя татарами в середине 20 века. На городных листах и так далее. Во-первых, ключевое слово здесь в середине 20 века. Во-вторых, жители Астраханской области в комментах разгромили татариста Ильнура Ярхамова в первые же часы после выхода видео. Если не удалили, то за скринью и вставлю видео. Напоследок, хочу призвать татаристов к диалогу. Давайте проведем круглый стол, в котором обсудим накопившиеся вопросы. Мы братья, тюрки, мусульмане. Не стоит нам ругаться. Нельзя нам ругаться. Нужно быть вместе и выступать единым фронтом. Иначе получится как в случае с Батышой и Тухтамышем Ижбулатовым. Это как Ильнур Ярхамов не поддерживает какого-нибудь сепаратиста в современном Татарстане и потомки его запишут в предатели. Ну а Батыша, конечно же, это у нас герой. Герой башкирского народа. Так же, как и Амир Мусаев, герой нагайского народа, о котором мы еще сложим стихи и эпосы. С уважением и любовью к своим слушателям. Беклербек. Норай.